Добрый день и как всегда в конце недели мы говорим о нашем департаменте городского хозяйства. К сожалению, в нашу работу, как и во все отрасли города, внес существенные изменения. Это карантин, который вызван коронавирусом. Об этом уже много сказано. Что именно хотелось бы отметить? В первую очередь это, конечно, коснется общественного транспорта. Это коснется как по трамваям, так и по троллейбусам. Мы говорили о том, что весь этот подвижной состав сейчас проходит дополнительную дезинфекцию, дополнительную мойку. Не только в конце рабочей смены, но и во время пересменки днем. То есть во время этой пересменки водителей. Мы усилили медицинский контроль за водителями. То есть какие-то первичные симптомы мы тоже будем отслеживать. Надеюсь, что наш город этот вирус все-таки обойдет. Хотелось бы отметить, что изначально мы договаривались говорить о ЖКХ на чистоту. Хотелось бы сказать, что у нас действительно имело место быть и достаточно массовый характер носило такое явление, как мертвые души в наших ЖКС. Это было, в этом надо сознаться. На данном этапе я уже могу сказать, что мы фактически это явление искоренили. Те руководители, которые допускали у себя в ЖКС это подобные вещи, на сегодняшний день уже не работают. Кстати, о это руководителях на этой неделе выздоровел руководитель ЖКС Ретопортофранковский и в первый же свой рабочий день он написал заявление на увольнение. Я это заявление завизировал и, насколько я знаю, городской глава его подписал. Но, тем не менее, несмотря на этот карантин, жизнь в городе не останавливается. Все, что мы наметили, мы делаем дальше. Мы ведем санитарные дни, мы осуществляем так называемую мусорную реформу, мы сажаем деревья и делаем наш город чище. На этом, наверное, на сегодня все. Все, как обычно, все ваши вопросы и замечания оставляйте в фейсбуке, веду его сам, читаю, на все отвечаю. Видимся через неделю. До свидания.